В складе российской делегации больше 30 журналистов, которые представляются как центральные, так и региональные СМИ. Газеты «Беларусь и Россия», «Союзная вечер», «Вечерняя Москва», «Комсомольская правда», «Жевский вестник», «Цверские ведомости», «Радио России». Интерес Беларуси, с оправдой, великий и неподробный. Первые бои в рамках операции «Багратион» начались на территории сучасного Святогорского района. Летость тут открыли новый мемориал. Именно это его планируют наведать российские журналисты. А прочатоку у программе пресс-туру «Круглый стол», який так само просвеченный выникам гэтой масштабной наступальной операции. Для речи, с боку «Червоная армия» уделую и примали каля 1 миллиона 200 тысяч солдат и офицеров, значная частка яких урадженцы России. А по беларуско-российским военном братерстве и военно-патриотичном выховании, подчас пресс-туру, увогулю кажуть шмат. Во умовах, каля усе больше часто означаются спробы переписать историю другой суцветной войны и переглядить роль Советского Союза в перамозе над немецким национал-социализмом – это особливо актуально. У меня родной дядя на фронте погиб, брат по линии мамы. А родители прошли всю войну, они ушли на фронт, им было 20 лет. И вот отец был танкистом, мама была врачом в медсанбате. Всю войну они прошли от первого до последнего дня. Так что для меня эта память еще и кровная, что называется генетическая. Мы обязательно должны это хранить и рассказывать молодежи, потому что если молодежь не будет знать свою историю, то вы знаете, да? Кто не помнит уроки истории, обречен повторить их вновь, да? Правда, только тема такой огольной военной истории, интересы российских журналистов не обмежевываются. Пытания у шмат, у тымлеку, да керуньков в Гомельской области. Частиня наших насильных пунктов и гостиниц местных жахаров по ранейшим приемно з'являюсь, а ли об этом писали уже шматрикые российские СМИ, гаранты молодым специалистам, взаимоотносенные в области Украины, притягнение замежных инвестиций, подширение супрацовниства за российскими регионами. На думку журналистов, у всех это может быть цикаво читачам. Нельзя сказать, что в России ничего не ведут о Беларуси, а ли часто об нас маркуют, перш за все по гандлевых брендах. В первую очередь, москвичи знают Гомель по товарам, сельскохозяйственного производства, текстиль и другая продукция. Естественно, очень много белорусских товаров непосредственно в Москве, в самой отдельной магазине есть рынки белорусских товаров. Так что, я думаю, наоборот, очень даже приветствуют товары с Белоруссией в Москве. После наведывания Гомельской области журналисты российских СМИ нокируются у Минск, а почнем, запланованным для наведывания объектом, у регионе станет мемориальный комплекс у Веста Червоный Берег Жлобинского района. У Беларуси его называют Дитяшей Хатынью. По часу оккупации тут находится Дитяший концлагерь. У свете таких комплексов больше нема.